Микс Ньюс. День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Мы продолжаем. Продолжаем программу «Абонент доступен». Журналист и продюсер Ринат Давлигильдиев с нами на прямой связи вновь. Здравствуйте, Ринат. Слышите ли вы нас? Да, не очень доступен только я вас сегодня. Надеюсь, что с доступностью будет лучше. Да, будем надеяться, что связь удалось восстановить. Возвращаясь к моему первому вопросу о трансформации СМИ, вы начали на него отвечать. Как, на ваш взгляд, это происходит и как вы это наблюдаете? Я наблюдаю даже не трансформацию СМИ, а скорее смерть, такую медленную, растянутую, довольно корроженную смерть СМИ в России. Я думаю, что журналистика, она ушла в какие-то узкопрофильные проекты, и сейчас, соответственно, наблюдается заниматься исключительно такой, либо социальная журналистика, что-то в стиле таких дел, либо узкопрофильная правозащитная журналистика, что-то типа медиазоны. Потому что классической журналистики в том понимании, в котором, наверное, она была у меня, больше не осталась. Нет адекватных СМИ, нет серьезных газет, вообще нет никаких инструкционных телеканалов. Один бедный, несчастный телеканал «Дождь», который я очень люблю, но который просто из последних сил выживает последние 10 лет, вот вся журналистика. Поэтому очень сложно называться без журналистом, когда, собственно, журналистики не существуют. Поэтому, собственно, все занимаются всем подряд и уезжают из страны. Ну а теперь телеканал «Дождь», который вы упомянули, он теперь активно живет в Ютубе, как мы можем видеть. Можно ли говорить о постепенном переходе в контексте этого телевидения в Ютуб, в Интернет? Ну, я думаю, да, что, в принципе, это уже происходит как раз. И если даже взять тот же самый телеканал «Дождь», самый успешный проект телеканал «Дождь» — это программа «Фэйк Ньюз», которая на самом деле существует абсолютно как отдельный суббренд под эгиды телеканала «Дождь», и существует именно в Ютубе. И, в общем, если взять сейчас новую аудиторию, новое поколение, которое воспринимает, как бы то ни было контенту на аудиторию, то, условно говоря, телеканал «Дождь» — это отдельная СМИ для их сознания, а «Фэйк Ньюз» — это отдельный продукт, который существует в первую очередь в Ютубе. И напрямую для большинства этой новой аудитории это связь нет. Нет. И на самом деле я думаю, что то и будущее у телеканала «Дождь» как раз в таких вот более узких программах, которые бы существовали на своих площадках и не были бы объединены каким-то брендом телеканала «Дождь». На самом деле, если даже взять, например, программу «Женщины сверху», тоже такой неплохой профеминистический социальный проект телеканала «Дождь», я думаю, что в эту сторону все движутся. И в целом, неважно, на какой платформе ты распространяешь продукт. Что такое телеканал? Телеканал — это то, что можно включить, это пульты телевизора. Но зачем это пульты телевизора, если я сейчас сам должен формировать собственную сетку? Я сам являюсь, условно, шеф-редактором своего дня и своего выпуска на телеканале. Я могу смотреть тот продукт, который я хочу. Поэтому, в общем, как таковое телевидение, наверное, сейчас не очень актуально. Сложно обсуждать телевидение, когда мы сами себе, каждый из нас этот телеканал. Замечаете, кстати, какие-то изменения после того, как главным редактором «Дождя» стал Тихон Дедко? Он, кстати, был тоже гостем нашей программы сразу после вступления в должность практически. Но вот как вы оцениваете сейчас? Есть ли что-то новое после этого? Я признаюсь честно, я не очень часто смотрю телеканал «Дождь». Я общаюсь с ребятами, которые там работают. Сам заходил вчера на телеканал. Вчера, который день рождения, Наташа Сендеева был. Генеральный директор телеканала. Ну, Тихон прекрасный журналист, очень сильный журналист. И мои товарищи вместе работали. Были оба заместителями главного редактора Микрила Зыгоря. Потом я ушел с телеканала «Дождь». Он тоже ушел с телеканала «Дождь». Сейчас вернулся главным редактором. Тихон довольно принципиальный, жесткий, очень политически заряженный человек. С устроенной внутренней такой повесткой. Я его очень уважаю. Думаю, что сейчас будет более такой информационный уклон на телеканал. Потому что был такой социальный немножечко культурный, чуть-чуть крен до этого. Сейчас, я думаю, что мы будем наблюдать числением информационной службы. И, в общем, наверное, уже наблюдать. Вот программа «Еще не вечер», которую как раз ведет Тихон Зитко, она тоже сейчас становится довольно популярной в Ютубе. В этом смысле, на ваш взгляд, может ли Ютуб вытеснить телевизор в целом? Как вы думаете? Я думаю, что Ютуб уже вытеснил телевизор в целом. Просто, смотрите, что такое телевизор? Мы какой телевизор обсуждаем? Если мы говорим про российские телеканалы федеральные, или телеканалы, которые не совсем корректные термины федеральные, телеканалы, которые ходят на Типлепс 1 или 2. Но есть вот эти федеральные махины, которые сосут миллиарды бюджетных денег в государстве. И наших конкретных денег, которые развлекают нас довольно дорогостоящими, бессмысленными программами. Есть какие-то профильные телеканалы, которые сейчас производятся исключительно сериальный контент. Даже сериальный контент уходит в основном на платформы. И если брать телеканал «Пятница», который сейчас в основном производит продукты для платформы «Премьер», если взять ТНТ, который тоже отдельно... Мы не можем обсуждать телевидение в привычном связи, потому что, мне кажется, его нет просто больше. Вы смотрите телевизор сами? Ну, ладно, Владсу и по-другому, наверное, просто. Ну, тем не менее, у нас как раз история с российскими каналами сейчас активно обсуждается, так как есть... Планирует, вернее, Сейм принял в третьем чтении определенные квоты на контент на не языке Евросоюза. То есть, ну, в большей степени это русский язык, и все мы это понимаем. Периодически, да, я включаю телевизор для того, чтобы посмотреть, как работают коллеги хотя бы, да, потому что тот же канал «Дождь», да иногда и первый канал, потому что, мне кажется, как раз очень важно для баланса видеть эти разные точки зрения, и, ну, опять же, мне кажется, что это как раз такая площадка для критического мышления, которая необходима, и поэтому запрещать что-то я вот не сторонник этого как раз. Ну, я тоже не сторонник, но я думаю, что мы с вами смотрим телевидение исключительно, как такие, знаете, подглядывая за работой коллег, да, потому что я, например, я очень давно не встречал людей, которые смотрят телевизор, чтобы, знаете, в классическом формате, типа, отключить телевизор, чтобы он фоном играл. Я не знаю, я, скорее, сейчас я сторонник вообще перехода... Я всячески радуюсь за то, чтобы контент производился в первую очередь для платформ, для онлайн-кинотеатров, я думаю, что в сторону онлайн-кинотеатров все пойдет потихонечку. Дождь, по-хорошему, должен стать таким онлайн-кинотеатром просто, который производит продукты. То есть я буду заходить в онлайн-кинотеатр Дождь и выбирать, что я хочу посмотреть. И плюс какой-нибудь стриминговый поток с новостями или, может быть, с какой-то информационной картиной днями. А навязывание как бы мне программ по расписанию, ну, это как-то странновато уже, мне кажется. Ну, по большому счету, Дождь – это есть такой онлайн-кинотеатр, да, потому что мы же чаще не можем говорить про то, что Дождь конкурирует с российскими телеканалами, просто потому что ее не пускают, да, в половину кабельных и спутниковых сетей. И мы даже смотрим ровно точно так же. У нас включается, собственно, умный телевизор на смарт-тв или просто там, из-за смарт-тв. Это не только вылез. Очень сложно. Что такое телеканал? Телеканал – это продукт, который мы смотрим по телевизору, или телеканал – это медиа, который производит видео? То есть я здесь не очень понимаю, как правильно это разделение устраивать. Ну, вот что касается Ютуба, для многих остается загадкой по-прежнему. Не знаю, вот сколько она вообще разгадана, эта загадка об алгоритмах Ютуба и о том, как блогеры в месяцы набирают сотни тысяч подписчиков и становятся популярными там. А вы работали креативным продюсером в шоу «Осторожно, Собчак», оно популярное в Ютубе. Знаете ли вы всю изнанку Ютуба и как это работает? А вы спросите, я вам расскажу, что вам интересно. На самом деле, есть куча мифов вокруг того, как работает Ютуб, но здесь очень важно понимать, что очень много нам кажется, что это все, знаете, какие-то таинственные механизмы, и мы не знаем, как это все работает. Чаще всего, когда такие же ручки, точно такие же, как мы с вами, людей, которые исключительно из собственных личных предпочтений тот или иной контент ставят, например, в рекомендации или в топ-10 или в специальную выдачу. Чаще всего это все, к сожалению, да, но я не должен это констатировать, это все вопрос договоренностей. Конкретно, например, меня как креативного продюсера Ютуб-канала с представителем компании Ютуб, чтобы нам каким-то образом повышали выдачу. Это все, знаете, бизнес по-русски. Даже если мы говорим про представительство Ютуба, в общем, крупной международной компании в России. То есть можно договориться в Ютубе? Конечно, конечно. И вообще все крупные блогеры, которые выходят в Ютуб, особенно новички, они обязательно встречаются с представителями Ютуба, чтобы к тебе было особенное отношение, чтобы ты попадал, например, в рекомендации, чтобы ты повыше вылезал, чтобы ты был в рейсинге самых просмотренных видео сейчас. За счет чего может быть это особенное отношение? То есть вы каким-то образом можете убедить представителей Ютуба в том, что ваш контент качественный, он нуждается в трендах? Или же какие-то тут материальные уже функции задействованы? Не-не, ну конечно, не материально, это исключительно контентные штуки, потому что как бы всем выгодно, Ютуба тоже выгодно, чтобы в Ютубе были крутые люди, чтобы в Ютуб приходили пользоваться. Это вопрос взаимных интересов исключительно. То есть никто не говорит, что нужно занести два чиндана денег, пропустить под Кверкс и что-нибудь там, не знаю, куда-нибудь. Нет, конечно, это не так. Но мы понимаем, что есть какие-то стилистические предпочтения у Ютуба, потому что заходят какие-то там, не знаю, есть, во-первых, внутренняя либерально-правозащитная такая, либерально-правозащитный задор, во-первых, у Ютуба, как некая миссия. Поэтому, конечно, такой контент зайдет лучше. Ну, много разных есть, знаете, нюансов, которые, наверное, все не очень красиво было бы с моей стороны выкладывать. Но, чтобы я один раз хотел сказать, это миф, это заблуждение думать, что все решают механизмы какие-то таинственные, какие-то коды. Нет, все решает точно такой же человек. А если говорить о раскрутке и накрутке, скажем, да, вот популярная история с ботами, например, которые раскручивают каналы нужные на Ютуб при определенном финансовом вложении. Насколько это распространенная история? Ну, это очень распространенная история, но я думаю, что это не работает. Потому что мы же понимаем, мы с вами сидим, смотрим какой-нибудь Ютуб проект, мы понимаем, что вот эта вот накрутка, что это боты, что здесь вот у нас, например, миллион просмотров и 15 комментариев. Два миллиона просмотров и тысяча пальчиков вверх. Ну, это глупость. То есть мы понимаем, что это все. Все не накрутишь, но и плюс плохой контент – это плохой контент. Можно его накручивать, что угодно, но если это, простите, несмотребельное говно, то никто, собственно, несмотребельное говно не будет лайкать, и оно само собой не раскрутит. Продукт качественный, видно, да, и сколько в него не вкладывать денег, и не покупая ботов, он сам себе продаст. Насколько имеет отношение роль в раскрутке, в популярности Ютуб-канала команда, если говорить, скажем, о Ксении Собчак, например, из шоу «Осторожно, Собчак», насколько ее вклад как журналиста в данном случае велик, ее подготовка к ее приготовлениям к интервью, или же все-таки роль команды она выше? Ну, Ксюша, здесь не нужно недооценивать Ксению, потому что Ксения все-таки серьезный, довольно профессиональный журналист с большим опытом. Плюс Ксения, я сейчас не пытаюсь ее обидеть, говорю, это абсолютно телевизионное животное, она потрясающе работает в кадре, и я, знаете, никогда не сталкивался со своими людьми, которые настолько легко и атлантически преображаются, как когда-нибудь в эфире, ей очень хорошо работать в прямом эфире, но, конечно, команда очень большую роль играет. Ксения почему круто была работать? Потому что Ксюша работает как продюсер очень сильно, и мы понимаем, что половина договоренностей с какими-то крутыми спикерами и крутыми героями это личные договоренности Ксении. Она потрясающий госпитальный продюсер, она может полететь специально в какой-нибудь город, узнать, где будет конкретный человек, прийти на мероприятие с этим человеком, подойти к нему, чтобы уговорить его принять участие в программе. Она может достать любого, она может, не знаю, мертвого достать из могилы, чтобы этот человек пришел к ней на эфир. И дальше уже подключаемся мы как команда, которая разрабатывает персонажи, пишет вопросы, подумки, повороты. Но я бы сказал, что, наверное, процентов 50 минимум, а может быть даже больше. Если мы говорим про Ксюшин контент, про YouTube канал, это, конечно, ее работа. Понятно, что есть редактор, который разрабатывает тему, понятно, что есть я, который потом придумал, какие-то клавочки и прочее, прочее, я там не знаю, какие-то режиссерские решения. Но Ксюша, ну, она готовится сама, конечно, потому что, ну, это довольно тяжело, просто не подготовившись к интервью, серьезным героям, два часа просидеть напротив него и знать, о чем спросить, чтобы это было интересно вам оба. Вот интервью с главным редактором Russia Today, Маргаритой Симоньян, она там в этом интервью говорила о неких вопросах Рената, которые ей были присланы в последнюю минуту, и поэтому на них она отвечать не будет, так как не успела подготовиться. Это был я. Что это были за вопросы Рената, и действительно ли вы послали их ей в последний момент? Ну, мы просто вообще как бы не привыкли согласовывать вопросы, и мы никогда не с кем эти вопросы, собственно, не согласовываем. Но так как с Маргаритой Симоньян была история специфическая, то есть она была уже очень глубоко беременная, и буквально это будет, по-моему, 9-й месяц. Ну, то есть это буквально незадолго до родов. Мы понимали, что в таком состоянии, ну, во-первых, Маргарит Симоньян в целом, женщина довольно эмоциональная, а тут еще и гормональный фон и прочее. Она попросила прислать вопросы буквально в последний момент. Ну, мы прислали, конечно. Вот. Единственное, что мы согласовывали, мы согласовывали на некие темы, ну, как бы темы согласовывать точно нормально. Естественно, мы ни с кем не позволяли себе согласовывать вопросы, потому что это уже не интервью, а покупной пиар-контент. Вот. Мы согласовывали с этим, и просто была тема, на которую она отвечать не хотела, и, соответственно, потом, ну, была в таком состоянии эмоционально немножко раздраженном, ей все всем не нравилось. Она потом прочитала условно эти вопросы, из которых она попросила парочку вычеркнуть, но, естественно, Ксения не черт-черкнет не собиралась, потому что она же тоже, как бы, она пришла не облизывать героя, а задавать ему неудобные вопросы, чтобы внутри получилось. Ну, и, собственно, ответственно, меня вспылило. А почему вопрос Рената? Потому что, ну да, они с моей почты пришли, потому что мы переписывались, да, я какие-то согласования периодически делал. Да, потом вопрос Рената. Ну, я там с Ксенией тоже присутствовал вместе на этом интервью, она тоже кидала свои вопросы, это твой Ренат и так далее. Ну, я это все списываю на то, что мы как бы беременна женщина, плюс работа сложная. Это же тяжело быть главным пропагандистом страны и, собственно, нести эту непростую ношу уже много лет. Но это входит в ваши задачи как креативного продюсера именно в вопросы и темы присылать гостю перед интервью? Или это функции, они довольно размыты? Что такое креативное продюсер? У меня такая условная была должность, когда я разрабатывал тему, иногда придумывал, например, какие-то игры, в которые мы играли с нашими гостями и придумывал какие-то необычные повороты программы, когда мы, например, автора Саши Петрова, который играл в Зуните и Каприо, и по сериалу у него он болел ВИЧ, мы его взяли и, не предупредившим, например, повезли сдавать тест на ВИЧ в спид-центр, об этом очень много поговорили, о важности, например, о пропаганде, о тестировании и стигматизации в принципе ВИЧ-спид. Вот такие штуки можем придумывать. Иногда придумываем такие игры, карты мы часто играли с героями, иногда что-то сложнее, иногда герои отказывались играть в те игры, которые мы им предлагали. А по поводу вопросов, ну, слушайте, все все делают везде, сейчас же у нас нет такого в медиаразделения, что ты, например, только гостям звонишь, а ты, например, пишешь вопросы. Все занимаются общим продуктом, общим делом. Ну, а встречаться с представителями YouTube вам конкретно приходилось? Да, Ринат, иногда просто зависает, и поэтому вы продолжаете говорить, и я не успеваю поймать этот момент. А встречаться с представителями YouTube тоже вам конкретно приходилось? Или вы в целом говорите это как о части профессии креативного продюсера? И мне тоже приходилось встречаться с представителями YouTube. Мне чаще переписываться, правда, с представителями YouTube не встречаться, потому что все же сейчас в диджитале сидят, а мне кажется, что после коронавируса такая вещь, как личная встреча в целом, отпадет. Ну да, в том числе меня. Вести переговоры, так скажем. Ну, как мы понимаем, ваши дороги с Ксения Собчак, они разошлись, правильно? Или как? Сейчас у вас складываются отношения? Да, довольно, причем кардинально. Кардинально разошлись, да. Мы далеки друг от друга сейчас. Ну, жалеете об этом? Или это был просто хороший опыт, и вы, в принципе, довольны результатом? Дальше продолжайте не стоило. Вообще ни в коем случае не жалею, потому что с Ксения очень интересно работать. Объективно это один из самых известных людей, насколько правильное слово журналисты потребляют по отношению к ней, блогеров, людей, селебов, инфлюенсеров, любое можно слово придумать. Один из самых известных персонажей России, в общем, довольно яркий. То есть можно к Ксении по-разному относиться, но в любом случае она в ту или иную сторону, безусловно, очень ярко отважена, либо плюсом, либо минусом. Поэтому с ней дико интересно было работать. Это крутой опыт, который я бы не хотел повторять, впрочем. Насколько вообще вам в профессиональном смысле, может быть, ну или даже, быть может, в человеческом смысле, легко найти единомышленников сегодня в России? Потому что, если взять, опять же, людей с одними взглядами, скажем, либеральных идей, например, либеральных направленностей, даже Ксения Собчак, например, и Любовь Соболь, обе они придерживаются таких либеральных взглядов, и тем не менее у них недавно были дебаты, и можно сказать, что они в этом смысле были такими противниками даже друг друга. Вот насколько это трудно найти единомышленников? Мне кажется, сейчас как-то почему-то люди больше ищут не единомышленников и врагов, и все адские пытаются поляризироваться, да, и как-то больше ненависти, чем дружбы, как-то распространяется по миру журналистике, и не только. Единомышленников всегда было, мне кажется, тяжело найти, и, собственно, как и друзей. Поэтому думаю, что какое-то есть отличие во временах. Тяжело найти. Но сейчас просто еще, понимаете, как бы, если мы говорим про единомышленников, людей, которые всячески пытаются бороться с несменяемостью власти в России, ну таких много, но просто я вот сейчас об этом говорю, сейчас, к сожалению, люди, которые борются с Путиным, чем дольше они борются с Путиным, тем активнее они сами превращаются в маленького Путина. Наверное, потому что, если ты борешься с безусловным злом, то в этот момент начинаешь действовать по образу и подобию этого зла. И я считаю, что, например, Алексей Навальный превращается в абсолютно подобие Владимира Путина, и, в общем, чем дальше, тем меньше отличий лично я вижу между ними. И, в целом, эти все как-то, все бесконечно друг с другом борются. В этой борьбе, конечно, единомышленников найти тяжело, потому что хочется как-то не в войне единомышленников, а в попытке что-то построить. А сейчас как-то все скорее на разрушение запроса исключительно. Как, на ваш взгляд, не превратиться в своего противника, если ты с ним борешься? Очень тяжелая задача. Я поэтому, мне кажется, из журналистики ушел, потому что я понял, что я сам в такого маленького Путина превращаюсь. Не знаю, тяжело. Просто как-то хотелось бы, чтобы люди, которые борются с... Люди, борясь с чем бы то ни было, они превращались в то, с чем они борются. А, к сожалению, мы все больше это наблюдаем. Говоря о единомышленниках, мы... Да. Как это превратиться в зло? А нужно... Да, Ринат, пожалуйста. А я просто пытаюсь услышать ваш вопрос. Я не слушаю. Да, ну вот говоря о единомышленниках, политик и представитель ЛГБТ-сообщества Антон Красовский как-то был в нашем эфире, и он заявил о том, что не считает Россию гомофобной страной. А в то же время, опять же, вот если про единомышленников продолжаю эту тему, многие представители ЛГБТ-сообщества как раз с ним не согласились. Тот же, например, Каран Шейнян, который ведет, кстати, свой блог на Ютубе, тоже довольно активно, ЛГБТ-движение. Вот в этом смысле есть противоречия тоже в этом сообществе? Тоже трудно найти единомышленника? В этом сообществе врагов еще больше каком бы то ни было сообществе, потому что все пытаются друг с другом бороться. Я не знаю, чем это связано. Все то ли пытаются быть лидерами, не существующего в этом движении, поэтому как бы всех остальных людей, которые претендуют на это звание лидеров, пытаются каким-то образом отстранить от дел. Антон Крусовский, мой друг, и я с ним, кстати, соглашусь, что я не считаю Россию гомофобной страной. Вообще, я не считаю, что в какой-то загадочной русской душе сидит гомофобия. Я думаю, что в целом России пофигу. Русский человек не думает о сексуальной милитации. Дело не гомофобии, дело в попытке связать политиками, искусственно сделать из геев врагов. В целом, мне кажется, русский человек не думает обо мне как гея, об Антоне Красовском как гея. Он начинает о нем думать, когда им говорят, дают команду фас, говорят, вот смотри, этот твой враг пошел. Так как гомофобия, как только власть перестанет использовать ЛГБТ-повестку для каких-то своих псевдопатриотических идей и лозунгов, гомофобия сама по себе исчезнет. Я в этом абсолютно уверен. Условная Чехия, например, в которой я жил многолетко и пока работал на ЛГБТ, она не менее гомофобная страна, внутренняя. Но просто так как это отсутствие политической повестки, никто не думает о том, с кем я сплю. В России тоже перестанут думать о том, с кем я сплю, как только людям перестанут об этом упоминать устами Киселева и фразами типа «сжигать сердце геев». Гомофобии не будет никакой. То есть власть использует геев как инструмент в данном случае? Политический такой? Абсолютно. Да, 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 абсолютно. Геев, американцы, да. Геи, американцы, какой-нибудь украинский правый сектор. Это все вот в эту сторону. Ну, кстати… Странно думать, что в России не любят американцев только тогда, когда дают команду американцев не любить. Американцы становятся самым приятным народом на свете. То же самое будет с геями, я думаю. Ну, в Конституции вот сейчас… Я помню… Да, пожалуйста. Ну, я помню, когда в 90-е, например, я взрослел и рос, я еще рос в маленьком провинциальном городе российском, в Архангельской области. Я… Мне кажется, я такого расцвета ЛГБТ-прав в своей жизни не видел никогда. И сколько… Ну, если вы вспомните, например, да, эфир российского телевидения, газету «Спид энд Фо» какую-нибудь и «Певташуру», вы помните, что, как бы, это… Не может гомофобная страна вот таких себе, как бы, игрить. Так существовать, как в России было в 90-х. Гомофобия – это искусственно абсолютно продуманная штука. Да, если говорить про Конституцию, да, о чем бы хотели сказать. Да, но закреплен там брак только между мужчиной и женщиной. Вот сейчас как раз поправки эти обсуждаются, так как назначена дата голосования. Негативное у вас отношение, я так думаю, к этому. Ну, естественно, у меня не только к этому негативное отношение. У меня негативное отношение, в первую очередь, не к закреплению брака, потому что я как-то без брака переживу. У меня негативное отношение к тому, что в России один и трех человек будет править еще, сколько, 16 лет, и что я умру при Путине, и есть шансы на это, да, я бы не хотел. То есть, как бы, у меня… Мои эмоциональные претензии этические, они… У них формулировки брака, как союза мужчины и женщины исключительно, а в первую очередь, к этому. А то, что используют… Сочи манипулируют семейные темы, ну, пусть манипулируют. Конечно, мне бы хотелось, чтобы у меня была когда-нибудь возможность в России с моим партнером пойти и официально зарегистрировать отношения, но не для того, чтобы в церкви стоять под шапками Мономаха и чтобы нас венчали. Ни в коем случае для того, чтобы, условно говоря, у моего партнера была возможность прийти ко мне в больницу, если я буду в реанимации, чтобы мы могли совместно купить недвижимость и каким-то образом на равных им обладать, чтобы гей-пара когда-нибудь смогла установить ребенка. Но я думаю, что в России это, конечно, очень-очень скоро случится. Я хочу для этого, чтобы были закреплены юридические права мужчины, и мужчины как пары. Ну, а то, что брак, союз мужчины и женщины, ну, у нас вообще как бы брак слишком сакрален, наверное, в сознании. Понятно, что и не надо, чтобы в церкви венчали двух мужиков или двух женщин. Ну, это даже как-то, наверное, не обязательно этого хотеть. Хочется другого, хочется, чтобы перестали использовать гей-повестки и пугать геев и детей, чтобы перестали показывать карикатурный образ геев, каких-то женоподобных, около Мини Купера, как вот в этой чудовищной абсолютно рекламе «Пригожинских троллей». Хочется, чтобы геями перестали пугать, чтоб, о, боже мой, ваш сын вверстие геям. Хочется, чтобы о геях перестали думать. Меня хочется, чтобы в мою кровать никто не лез. Меня хочется, чтобы никто не обсуждал то, с кем я сплю. На то, чтобы мне просто дали свободу, чтобы не отчитываться перед кем бы то ни было, а уж тем более перед властью, за мою сексуальную ориентацию. Чтобы не власть мне эту сексуальную ориентацию дала, не, собственно, меня, но и руководить. Да, у нас есть звонок, был, вернее, только что долго дозвонился наш радиослушатель. Напомню, телефон напрямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Слушаем вас, здравствуйте. Добрый день, Олег. Добрый день. У меня маленькая реплика, да. Вот у меня такое всегда ощущение, что ЛГБТ-сообщество использует, так сказать, вот свое такое положение именно в политических целях. Дело запрещается в том, что, по сути своей, все дискриминационные, так сказать, законы в России в том числе и на постсоветском пространстве были отменены, да. И когда вы говорите все время на каждом шагу о том, что вас притесняет, я лично абсолютно толерантен в этом отношении и отношусь к этому просто как к политической пропаганде. Ничем не лучше, чем, так сказать, вы говорите о своих визавей. Да, ну спасибо вам. Видимо, вопросов у нашего радиослушателя не будет. Может быть, Ренат готова как-то прокомментировать? Ну вот тема домогательств или харассмента, как говорят, в России в том числе. Она актуализировалась. Вот буквально недавно журналист Анна Ведута обвинила главного редактора «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова в этом. Была такая шумная история. Насколько, на ваш взгляд, она актуальна вообще в целом для России? Потому что если мы говорим о Европе, о Западе, то об этом говорят уже давно. В России это, наверное, не так часто обсуждается. Я думаю, что очень актуально. Но, к сожалению, мы живем в таком обществе, где полапать девушку за попу почему-то среди мужчин, самцов, считается нормальным. В основном, говоря, ваши уважаемые радиослушатели, которые только что знают, наверняка эту борьбу с харассментом тоже внутри себя осуждает. Что-то мне подсказывает, что именно такой взгляд у него на мир. К сожалению, я не знаю, что должно случиться, чтобы люди перестали думать, что сексуальное поведение по отношению к человеку, которого это сексуальное поведение не ждет норма. Но я думаю, что новое поколение, которое растает, у них вот этот диалог внутри случился. Мы сейчас говорим про такие пережитки такого мужского мира самцов, которые почему-то считают, что всем дедушкам приятно, когда они их глазеют и когда их трогают. Я думаю, что скоро все это поменяется. Многие считают, что сейчас немножко утрированная эта борьба идет. Но, собственно, как любая борьба, как любая какая-то революция в сознании, где-то перегибы на местах могут случаться. Но я думаю, что скоро все это статанется. Да, мне очень хочется, чтобы люди начали с уважением относиться к сексуальной территории другого человека, к сексуальным правам, чтобы этот сексуальный диалог вообще начался. Люди вообще не умеют, к сожалению, сейчас в России говорить про секс, обсуждать секс. Это все зачастую табуированная тема. Из-за этой табуированности у нас создаются вот эти бесконечно сексуальные комплексы, которые вот в этом вырождаются. Но круто, что этот диалог пошел. На самом деле я очень рад, что это происходит. И очень-очень благодарен таким людям, которые об этом говорят и не боятся, потому что, конечно же, они, безусловно, столкнутся с осуждением большей части людей. Слава богу, что об этом говорили такие девочки, как Даша Жук, когда был скандал с репутатом Юнслуцким. Я об этом говорил, когда я хотел поддержать, ну, там, со стороны уже домогательского отношения к молодым людям и так далее. Круто, что люди пристали, естественно, об этом говорить. Потому что, ну, очень тяжело себя чувствовать жертвой. И вот эта вот позиция, что лучше помолчать, потому что в любом случае у нас выглядит. Но вот с этим, в первую очередь, тяжело справиться. Ну, и круто, что дискуссия пошла. Я очень-очень рад. Ну, вот вы обвинили в домогательствах в свое время Владимира Жириновского. И тогда вы сказали, что многие журналисты просто тоже сталкивались с этим, конкретно от этого политика, но они боялись сказать об этом. Был ли у вас страх? Страх этого осуждения, каких-то последствий, возможно, сказанного? Честно-честно скажу. Я когда написал этот пост, я вообще не думал, что все так получится. Потому что я писал пост в поддержку своих подруг. И, собственно, я хотел поддержать девочек. И написал я исключительно потому, что действительно я знаю очень много людей, очень много моих правителей геев, которые сталкивались с домогательством и Жириновской депутацией в этой партии. И понятно, что... Меня очень многие тогда обвинили в аутинге, потому что аутинг – это все-таки плохо. Но я не считаю это аутингом, потому что сексуальная агентация некоторых публичных людей и политиков – это абсолютно секретка из Шинеля. И вот когда мы все дружно все знаем, но почему-то молчим и хихикаем в кулачок, вот это мне кажется супернеправильным. Кто-то меня поддержал, еще многие люди мне написали в личку сообщение, что вот, да, у меня тоже были такие случаи, что вот я тоже сталкивался. И все знают прекрасно про существование этой сауны ЛДПРовской. И очень много в этой сауне бывало. Почему-то все стесняются сказать. Конечно, к сожалению, так как представители власти в России защищают бандиты с бандитским сознанием, безусловно, существует этот страх. Конечно, существует страх. Мне угрожал Игорь Лебедев. Мне за мной следили, мне обрывали телефон, пытались узнать мой домашний адрес, мне разбили стекло в квартире пакетом с говном, простите, да, физически. Это сейчас не метафора. Конечно, это очень страшно, потому что, когда тебя начинают преследовать за твои слова, это мне очень приятно. Особенно, когда тебя преследуют отмороженные на голову полубандиты, полудепутаты. Но как-то с этим нужно бороться. Я думаю, что публичность, максимальная публичность, максимальная честность – это то, что позволяет не бояться. Чем откровеннее люди рассказывают всю правду, тем у них меньше страхов, что им за это можно отомстить. Игорь Лебедев, я просто хочу пояснить, это сын Владимира Жириновского, тоже член фракции ЛДПР. Да, я имею в виду Игорь Лебедев, который сын Владимира Жириновского, будто бы была фракцией. Ну вот как раз ориентация Жириновского вам понятна в этом смысле. Или же здесь скорее в отношении вас была такая попытка давления авторитетом, может быть, и независимо от ориентации и пола того, кому он домогался. Потому что, опять же, он назвал, я подчеркну, он назвал клеветой ваши высказывания, не согласился с ними, когда он об этом узнал, по крайней мере, или когда ему сообщили, или прочитали ваш пост, я не знаю, как там это было. Что касается его ориентации, был задан вопрос в нашем эфире, когда Владимир Жириновский был у нас в гостях. Он сказал, что неприлично об этом спрашивать, не опроверг эту информацию, но и не подтвердил ее, скажем так. Но для вас в этом смысле все ясно в этой истории? Ну, да, все ясно, но я просто не люблю всегда чужую сексуальную информацию, потому что я не люблю, когда обсуждают мою. Здесь же я говорю не про то, с кем он спит, я говорю про то, что неприлично человеку домогаться сексуально, человека более слабого, и давить на него, собственно, авторитетом политическим или каким-нибудь и не было еще. Харассмент – это плохо, а уж тем человек спит, это его дело. Если два человека занимаются сексом по обоюдному согласию, это не значит, что-то плохого, вне зависимости, какой специальной амитации они придерживаются. Плохо, когда людей принуждают к сексу. Вот это я как раз и осудил, а не то, с кем Владимир Жириновский хочет проводиться особо дали. Ну, может ли эта история создать популярность, может быть, тому, кто заявляет о домогательствах? Я не имею в виду вас сейчас, потому что вы как раз написали об этом, будучи уже известным человеком достаточно. Но может ли подобное стать таким катализирующим, чем-то катализатором известности? Потому что нередко можно услышать фразу от тех, на кого заявляют, ну, там, она или он просто пиарится за мой счет. Ну да, все бесконечно друг друга пытаются одзинить в том, что кто-то на ком-то пытается поймать, как словительство. Хайп – это сейчас популярное слово. Ну да, наверное, можно, но я думаю, что те люди, которые так говорят, что вот они пиарятся на меня, они просто не могут каких-то других слов подобрать. Наверное, можно получить искусственную популярность, но искусственную популярность можно получить другим образом, не знаю, можно пойти, я не знаю, не знаю, мне сложно ответить на этот вопрос. Меня очень многие обвинили в том, что я пиарюсь на этой истории, но я ничего не получил, кроме угроз и месяца жизни с ежедневными сообщениями и звонками с знакомых номеров. Можно ли это назвать пиаром? Ну, наверное, вряд ли. И на самом деле, это атака, которая потом происходит у тех людей, которые, например, даже будучи неизвестным, рассказывают о домогательствах со стороны более сильных каких-то обществ, со стороны более сильных людей. Ну, жизнь этих людей, поверьте мне, она далека от представления о пиаре, в котором их обвиняют, потому что мы бесконечно получаем сообщение, что кому-то припиарилось, и это самое вежливое, что вы получите, наверное, мне очень приятно. И вообще, на самом деле, для тебя еще, которые рассказывают о случаях домогательства. Но, мягко говоря, это чтобы у них сладкая жизнь. И, к сожалению, люди же нас осуждают любую искренность, любую честность. У нас почему-то все принято, знаете, дома сидеть и ни о чем никому не рассказывать. И человек, который открывает рот чуть-чуть погромче и по шее, у нас почему-то в российском обществе его принято тут же осудить. Ну, всех осуждаем бесконечно. Я бы вообще уходил от слова, попиарился за чужой счет. Такой пиар, знаете, который врагу не кажется, что такое пиар. Ну вот время нашего эфира, к сожалению, подходит к концу, но хотелось бы вернуться к моему вопросу о единомыслии. У вас в Фейсбуке есть несколько постов, посвященных вашей маме. И вы как раз пишете в них о том, что можете с ней разговаривать до утра на какие-то очень важные темы, такие глубокие и философские. Вот ваша мама, ваш единомышленник? Моя мама, мой абсолютный единомышленник. Она вот пока у нас был в Фейсбуке, мне даже звонила, мне кажется, что она тоже слушает. Сейчас всем вам привет. Моя мама абсолютный единомышленник. Мне с моей мамой не страшно. Мне перед моей мамой не стыдно. И моей маме передо мной тоже не стыдно. Мне кажется, самое ценное, что может быть. И я скажу, что я не так давно эти отношения получился таким образом каким-то очень искренним выстроить. То есть я уже был, наверное, мне было лет 30, когда мы стали друзьями. Но вот я понимаю, что мама вообще ближайший друг. Она вообще во всем мире поддерживает, понимает. И всегда будет меня защищать. И не будет считать, что я пиар из-за чьей-то счет. Благодарю вас за это интервью. Спасибо, что вы нашли время и вышли в прямой эфир программы «Абонент доступен». Спасибо вам. Все вам доброго и до свидания. До свидания. Пока.